Перед началом видео советую тебе зайти в дискорд Кирьяка Шоп. Он продает веб-аксы подарками, а также он продает ПК-бусты, которые очень сильно забустят ваш фпс. В данном дискорд сервере работают профессионалы, которые помогут вам проконсультировать, а также здесь есть положительные отзывы. Так что заходи, ссылочка в описании. Всем привет, с вами Грикс, и в этом видео я покажу вам, как повысить свой фпс на вашем компьютере. Я чутка заболел, поэтому не обращайте внимания на мой голос. Вышел новый сезон, и у многих понизился фпс. В этом видео покажу, как его повысить, но сразу же хочу предупредить, что сами настройки фпс не сильно повысят ваш фпс. Они повысят вас только в том случае, если у вас прям совсем был не настроен фпс. В иных же случаях у вас, ну может чуть-чуть прибавится фпс. Я не буду тянуть, и давайте перейдем к настройкам игры. Ну что, вот мы уже находимся в игре, заходим в настройки игры. Тут у нас есть первая вкладочка экран. Здесь у нас есть игровое окно, и здесь мы ставим полноэкранный режим. В основном полноэкранный режим дает больше всего прироста в фпс, но у некоторых и на окне на весь экран больше фпс. Поэтому вы поставьте сначала одно, потом поставьте другое. Посмотрите, где у вас больше фпс, и используйте там, где лучше. Разрешение у меня стоит Full HD 1920x1080, но вы ставите, какое вам удобно. Также высокий прирост фпс дает разрешение 4х3. Как его поставить, вы можете посмотреть в ютубе. Вертикальную синхронизацию мы отключаем, поскольку если мы ее включим, у нас будут слишком плавные движения, и вы не будете чувствовать чувствительность вашей мышки. Лимит частоты кадров вы ставите какой хотите, но понятное дело не 30 кадров, не 60. Хотя если у вас слишком слабый компьютер, то можно поставить 60 кадров. В основном все ставят на одну частоту больше, чем у вас герц. Допустим, у вас 75 герц, вы ставите 120, у вас 144 герц, вы ставите 160. Режим рендеринга у меня стоит производительность, и на ней больше всего фпс, поэтому ставьте именно производительность. Слепота никак не влияет на то, какой у вас фпс. Можете ставить что хотите, дитронопию, протонопию или тритонопию, вообще без разницы, у вас будет одинаковый фпс. Разрешение 3D вы ставите от 90 до 99, если у вас слишком плохой компьютер, если у вас все-таки более-менее нормальный компьютер, вы можете играть на 100. На самом деле, вот диапазон от 90 до 99 нормально так повышает фпс. А все, что будет ниже, уже будет слишком мыльная картинка. Здесь вы все ставите на низко, виртуальную геометрию на night вы отключаете. Во второй вкладочке вы заходите, мотаете в самый низ и отключаете здесь полностью повторы, поскольку они нагружают ваш компьютер. Энергосбережение. Можно включить, можно выключить, но на самом деле я бы на вашем месте выключил. Что такое энергосбережение? Это когда вы сворачиваете игру, и у вас остается только 30 кадров. То есть, я когда стримил, я уже замечал то, что я сворачивался, и у меня игра почему-то на стриме была, ну какая-то дерганая. Оказывалось, когда я сворачивался там что-либо посмотреть, у меня понижался фпс до 30, так что вы можете отключить вот эти вот значения. Если у вас видеокарта Nvidia, то здесь вы отключаете Nvidia Highlights. Обязательно. Вкладочка со звуком. Качество звука вы ставите на низкое, это очень сильно повышает фпс. Если почитать мои комментарии, то можно увидеть, что многие пишут про то, что качество звука на самом деле очень сильно влияет на ваш фпс. Поэтому ставьте низкое, у вас будет намного больше фпс. Визуализацию звуковых эффектов вы выключаете. Она только жирает ваш фпс, нагружает процессор, ну и вообще она не нужна. Да, она конечно помогает в игре, то что вам легче увидеть или услышать противников, но она жирает фпс. Я благодарю вас за просмотр данного видео, если у вас хоть чуть-чуть повысился фпс, дайте мне знать об этом в комментариях. Ну а с вами был я, Грикс, всем удачи и всем пока.